При первом же заходе, с удаления порядка 800 метров, мне в лоб выпустили «Стингер». Понимая, знаете, как сказать, в этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения было доли секунд. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет с лавой левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигателе, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты. Но ракета взорвалась в районе хвостовой балки, и перебило мне блоки, ну то есть нарушилось управление, отказал автопилот, отказали приборы, но скорость и высоту показывало. То есть и вертолет самое главное мог продолжать огневое воздействие, то есть стрелять я с него мог. При отходе с аэродрома уже обнаружили, что подбитый вертолет Камовский наш один, экипаж жив, находится на земле, но по нему ведется плотный огонь. Один из моих летчиков выполнил сходу заход, хоть это не присуще ему, он не Ми-8, а летал тоже на Ми-24, но выполнил заход, сел сходу и подобрал этот экипаж.